Водитель больших грузов Андрей не заметил, как во время маневра во дворе многоквартирного дома задел припаркованный автомобиль. Поэтому с места ДТП уехал, не подозревая, что спустя некоторое время его личность установит инспектора отдела розыска автотранспорта ГИБДД города Самары. Очень сложно во дворах. Машины понатыкано везде. И сложно ездить. Машины габариты большие. Не рассчитал, вот сделал. Не то, чтобы скрылся. Просто при таких габаритах автомобиля невозможно. Даже царапину сделаешь. Некоторые водители, задев чужую машину, просто уезжают с места ДТП. Нарушителей разыскивают сотрудники госавтоинспекции. Ну, не заметил это немного другое. В основном человек, когда уезжает с места ДТП по тем или иным причинам, он преследует цель скрыться, чтобы избежать ответственности. В основном, вот уезжает с места ДТП, вот преследует такие цели. Работа по розыску водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортных происшествий, довольно непростая. Но сейчас практически на всех перекрестках Самары установлена камера наружного видеонаблюдения. Они помогают сотрудникам отдела розыска оперативно находить нарушителей ПДД. В современный мир таким образом устроен. Сейчас уже большое количество видеокамер устанавливается на объектах как частного, так и государственного пользования. Мы это все можем отследить, наблюдать, машины передвижения и так далее. Как правило, сотрудники госавтоинспекции занимаются административными делами. Поиск злоумышленников и угнанных машин – дело уголовного розыска. К тому же, за последние три года количество автомобильных краж в Самаре снизилось. Связать можно с тем, что задержано достаточно большое количество квалифицированных преступных групп, которые занимались профессионально кражами и угонами. Сейчас остались только такие преступники, которые совершают кражи в ночное время. Это брошенные машины, которые стоят во дворах долгое время. В принципе, поэтому и такое снижение. С начала 2023 года в Самаре было совершено 32 кражи автотранспорта. Практически 90% похищенных автомобилей было найдено сотрудниками полиции. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.